Снежный человек, Бигфут, Сасковач или Йетти. У этого легендарного существа есть несколько названий. Это человекоподобное волосатое существо, которое обитает в лесных и горных местностях. Йетти является одним из самых загадочных и пугающих существ, о котором ходит немало рассказов, страшных историй, легенд и даже видеоматериалов. Йетти намного выше человека и выглядит более мускулисто. Все его тело покрыто шерстью, в том числе и лицо. Про это существо есть записи еще с давних времен. Есть сведения, что во время Красно-Октябрьской революции бойцы Красной Армии во время разведки ночью подстрелили неизвестное существо. Они подумали, что это враг, но когда они осмотрели труп, оказалось, что это огромное человекоподобное существо, покрытое шерстью. Но отправить его на изучение было невозможно, так как шла война. Видео номер 7. Горы Колумбии. Это существо двигалось на склоне горы. До заката солнца оставалось пару часов, и человек не стал бы в такое время идти в горы, да еще без всякой экипировки. Парень, снявший это видео, уверен, что это Йетти. Видео номер 6. Это видео снято охотником по имени Пол Фримен из Вашингтона в 1994 году. На видео есть следы снежного человека и само существо, которое, к счастью, не посчитало мужчину за угрозу и не стало нападать. Оно ушло дальше в лес. Видео номер 5. Двое подростков засняли огромное существо в лесу. Оно двигалось быстро и с прыжками. Ребята утверждают, что это легендарный снежный человек. Видео номер 4. Мраморные горы Калифорния. Подросткам удалось заснять огромное существо, рост которого в два раза больше, чем у человека. Многие пользователи склоняются к мнению, что это Йетти. Видео номер 3. На этом четком видеоролике якобы заснят Йетти со своим детенышем. Видео номер 2. В горах Колорадо туристам было снято странное существо. Он утверждает, что это никто иной, как Йетти, так как ни на одно другое существо оно не похоже. Видео номер 1. Это видео из далекого 1967 года, снятое Паттерсоном в ущелье Блифф Крик, Калифорния. Это видео является самым первым видеоматериалом про Йетти и самым спорным по сей день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова